МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Сарауф-24. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кто устранит провал возле дома? Очередное обращение в городской дозор. Болдинская осень. Саровчанка Мария Затонская вошла в лонг-лист литературной премии Нижегородской области. Время определяться. Центр внешкольной работы приглашает ребят записаться в объединение. Далее расскажем обо всем подробно. Многофункциональную карту жителей Нижегородской области на базе платежной системы МИР начали выдавать в регионе. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, выпуск карты приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. Проект карты жителей за полтора года разросся. И сегодня это доступные для нижегородцев и гостей города услуги и скидки от партнеров проекта. Теперь пользователи могут получить карту, которая станет единым ключом к городским сервисам, связанным с транспортной инфраструктурой, социальным обеспечением и медицинским обслуживанием. Проект всецело отвечает принципам нацпроекта «Цифровая экономика», отметил губернатор Нижегородской области. С помощью карты можно не только оплачивать покупки и проезд в общественном транспорте, но и получать различные социальные и электронные услуги. Например, ее будут использовать как пропуск на территорию школы или вуза, при условии, что учебное заведение уже подключено к проекту. Она также позволит воспользоваться цифровыми сервисами портала и мобильного приложения «Карта жителей Нижегородской области». Получить карту можно в отделении «Газпромбанка» в Нижнем Новгороде на улице Максима Горького, 65Б и Площади Свободы 4. Ее обслуживание и получение бесплатно. Потребуется паспорт заявителей, СНИЛС и НН Медицинский полис ОМС. Дополнительную информацию можно получить на портале nndfiscart.ru Провал возле дома на Ленина, 47А, возник еще в апреле. Жители пытались решить проблему. Неоднократно обращались к представителю товарищества собственников недвижимости, под управлением которого находится дом. Яму засыпали щебнем и на этом тему закрыли. Однако жильцы опасаются, что провал может расшириться и привести к проблемам с фундаментом. Ситуацией разбиралась наша съемочная группа. Белый камень на черном отмостке дома, 47, по проспекту Ленина сразу бросается в глаза и привлекает внимание. С щебенкой закрыли пролом, который открылся здесь почти 4 месяца назад. Вот только это не особо помогло и яма продолжает расти. Впереди осень, дожди и проблема может только усугубиться, считают жители дома. Очень интересно сделал. Асфальт, отмычка пока еще висела. Они взяли и вот там был проем, и они ее просто землей вот так вот заложили и все. Потом, когда асфальт упал, я ему позвонила, они приехали и засыпали щебенкой. На этом ремонтные работы прекратились, а руководитель Бастиона перестал выходить на связь. Дозвониться ему нам также не удалось. Если поначалу трубку просто не брали, то позже номер занесли в черный список. За два дня трубку так никто и не взял и не перезвонил. Людмила Алексеевна обращалась в администрацию, к депутату своего округа и даже в МУП-центр ЖКХ, который раньше обслуживал их дом. Но проблема так и остается нерешенной. Если эту проблему не решить и не решать, это может закончиться достаточно плачевно для жителей этого дома, для самого дома, потому что вода льется, заходит непонятно куда, в подвал, в общем размывается грунт. Может закончиться все достаточно плачевно, повторяюсь, потому что что-нибудь рухнет. Жители волнуют, что пролом продолжает увеличиваться, и если не принять срочные меры, фундамент дома может пострадать. Но им остается ждать, когда Бастион займется этой проблемой. Гимназия номер 2 вошла в сеть атом-классов проекта «Школа Росатома». В этом году она получит финансирование в объеме 1,5 млн. рублей на создание современной среды для организации учебной и воспитательной работы с детьми. Программа «Атом-класс» – инициатива госкорпорации «Росатом». В рамках программы поддерживают 59 школ на территории России и за рубежом, в том числе и лицей номер 15. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Новый учебный год в российских школах начнется традиционно в вочном формате. Дистанционного формата не предполагается, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Нам важно, чтобы ребята пришли в класс и встретились со своими учителями. Министр отметил, что 1 сентября – одно из самых важных событий для миллионов школьников, студентов и учителей. Региональное сообщество «Волонтеры культуры» проводит областный конкурс рисунков «Красочно о Нижнем». В творческом состязании могут принять участие жители Нижегородской области в возрасте от 7 до 16 лет включительно. Все работы должны быть непосредственно связаны с Нижним Новгородом и его юбилеем. Прием заявок завершится 27 августа. Рисунки отправляйте на электронный адрес, который видите на экране. Вероятным сроком начала четвертой волны пандемии коронавируса в России может стать ноябрь. Об этом заявил член-корреспондент РАН-вирусолог Петр Чумаков. Эксперт подчеркнул, что эпидемическая ситуация в Европе показывает, что на континенте уже началась четвертая волна. Согласно утверждению профессора, просчитать распространение йота-штамма невозможно. Чумаков в своем интервью изданию «Ура.ру» объяснил, что существует вероятность того, что эта генерация болезни не дойдет до России. Однако это случится при условии того, что большая часть россиян получит прививку от коронавирусной инфекции. Пока в России полностью привито 22,5% населения. В Сырове вакцинированы и первым, и вторым компонентом 24 537 человек. Записаться на вакцинацию от COVID-19 в поликлинике номер один вновь можно в свободном режиме. Выбрать конкретную дату и время можно на портале пациента на официальном сайте КВ-50, через портал госуслуги или по телефону колл-центра 95511. За минувшие сутки в России выявили 20 958 случаев заражения коронавирусом. Из них 526 в Нижегородской области. В Сырове за день заболели еще четверо. Из тех, кто госпитализирован, один в тяжелом состоянии, 36 в состоянии средней степени тяжести. В августе рядом с Большим Болдином прошел восьмой слет молодых литераторов. В этом году он стал частью дополнительной программы литературной премии Нижегородской области «Болдинская осень». В лонглист премии вошла саровчанка Мария Затонская. Ежегодно на слете молодых литераторов собираются яркие и талантливые авторы из разных уголков России для обмена опытом, экспертного разбора своих работ и теплого дружеского общения. На этот раз мероприятие прошло в новом формате. Оно стало частью литературной премии Нижегородской области «Болдинская осень». В числе авторов длинного списка премии в номинации «Поэзия» стала и саровчанка Мария Затонская. Слет в данном случае был неким промежуточным этапом. На него пригласили людей из длинного списка, так называемого. Этот длинный список составляли ридеры. В ридеры входили писатели, поэты. Ридеры составили длинный список, в который в каждой номинации вошли по 15 человек. Номинации «Поэзия», «Проза», «Литературная критика». Слет молодых литераторов и премия «Болдинская осень» проходили на берегу живописного озера, неподалеку от Большого Болдина. Три дня на природе были проникнуты творческой атмосферой и лирическим настроем. Начинающие поэты, писатели, критики и музыканты посещали лекции и мастер-классы именитых авторов, читали свои произведения, слушали конструктивную критику экспертов. В процессе обсуждений как раз-таки произведений я для себя что-то поняла, потому что давали советы мастера. Ну и плюс вообще любое событие, оно же откладывается на человека, тем более такое необычное, не вписывающееся в рамки повседневное, оно все равно как-то меняет. И это нельзя выразить, но это ощущаешь, что ты вышел из слета каким-то другим. Так происходит каждый год. На конкурс Мария отправила подборку стихотворений, которую назвала «Саровские миниатюры». В них девушка отразила то, что видит, чувствует, улавливает в буднях родного маленького города. В этих непосредственных и неожиданных моментах жизни Мария и находит свое вдохновение. Меня вдохновляет обыденность, потому что, наверное, такая у меня сверхзадача – видеть чудо в обыденности. Это и сложно, но это самое прекрасное, потому что бежать от обыденности в поисках иллюзорных каких-то чудес, идей, отстраненных от жизни. Мне это не подходит, мне это не близко. 30 августа объявят семь финалистов, лауреатов премии, которые войдут в короткие списки. А победители получат денежное вознаграждение и право опубликоваться в одном из ведущих российских издательств. Награждение победителей пройдет в Нижнем Новгороде. Стартовал набор детей в объединении Центра внешкольной работы. Ребят научат рисовать, петь, танцевать. Кроме того, записаться можно в секцию пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, мини-футбола или багги. Подробности далее. Яркие костюмы, акробатические трюки и звонкие речевки. В клубе «Чаек» открылось новое направление. Здесь юные саровчанки старше 14 лет смогут попробовать себя в чирлидинге. Также на базе этого клуба возобновит работу и театр моды «Русь», в котором ребята будут изучать дизайн одежды, учиться шить и показывать свои работы на подиумах разных конкурсов. Вообще в наших клубах очень много разных направлений. Вокальное и русский вокал, и обычный эстрадный вокал, более общее такое направление. Хореографические направления. У нас представлены изобразительные деятельности, рукотворчество абсолютно в разных стилях и разных направлений. Узнать подробнее о работе кружков и секций, наличии бюджетных мест и о том, как правильно подать заявку через интернет-портал «Навигатор», можно посетив День открытых дверей. В клубе «Греция» он пройдет 26 августа в восходе 1 сентября, 2 сентября в клубе «Чайка», а 3 сентября в «Мечте и здоровье». Как всегда, у нас в работе физкультурно-спортивное направление, то есть силовые виды спорта, тренажерные залы – это такие виды спорта, как пауэрлифтинг, тяжелая атлетика. Вы неоднократно снимали репортажи с нашими призерами-победителями по тяжелой атлетике. Приглашаем ребят в тренажерные залы, подростки, ну где-то с 11-12 лет. Более подробную информацию о работе бюджетных секций можно узнать по телефону 98-103. Вне бюджетных по номеру 94-527. Свои двери для ребят открывает не только ЦВР. На следующей неделе стартует запись в объединении молодежного центра, а после 25 августа приносить документы можно во дворец детского творчества. Кроме того, набирают детей частной организации. Достаточно ли возможностей для доп. образования в Сарове, наша съемочная группа спросила у горожан. С началом учебного года дети отправляются не только за школьные парты, но и в различные кружки и секции. Кто-то ограничивается чем-то одним, а у кого-то на дополнительные занятия уходит каждый вечер. Что выбирают саровчане для своих детей? Чем полезны внешкольные занятия и какая нагрузка оптимальна? Саморазвитие – это всегда полезно, и я считаю, что это социализирует людей. Развитие дает спорт, то есть спортивные секции. Кто-то в спортивные ходит, спортом занимается, это опять же для здоровья полезно. Кто-то развивает в художественной школе, как вот наша Мария. У нее навыки, и дальше больше развивается, и дальше жизнь пригодится. Ну и занят ребенок, не бегает вот так вот по улицам бесхозно. Ну, чтобы, во-первых, гармонично развиваться, во-вторых, чтобы, ну, не то, что во дворе время проводить, а хоть знали что-то, учились чему-то. Обязательно нужно. Мы ходим в музыкальную школу, в творчество, да, у нас развивается ритм, любовь к музыке. Их деток много в группе, поэтому они учатся дружить, между собой общаться. Ну, чтобы поменьше с компьютером сидели, побольше развивались физически и умственно тоже. Ну, для того, чтобы у них был организован досуг. Ну, это же развитие еще для детей, поэтому, конечно, это обязательно. Саровчане единодушны во мнении, что детям необходимо посещать кружки и секции. Дополнительное образование организовывает досуг школьников и способствует их гармоничному развитию. День физкультурника на стадионе «Юниор» отметили воспитанники Саровской хоккейной школы. Родители и тренера организовали для ребят эстафеты и конкурсы. В заключении праздника прошел товарищеский матч по футболу. Детский смех и возгласы болельщиков доносили со стадиона «Юниор». Сначала малыши участвовали в индивидуальном конкурсе по отжиманиям, где им предстояло проявить силу и выносливость. Потом ребят ждали интересные эстафеты. Спортивный азарт настолько захватил детей, что они не замечали происходящего вокруг. Были веселые старты у нас и индивидуальные упражнения на выявление самого быстрого, ловкого и сильного игрока. То есть были сначала индивидуальные соревнования, они состязались за индивидуальный приз, а потом у нас были командные. Это эстафеты. Все этапы соревнований проходили в напряженной борьбе. Для команды организовали различные конкурсы с мячом, где ребята смогли проявить спортивные способности и навыки. Екатерина Воронина правильно выполняла все задания и помогала своей команде догнать лидеров соревнований. По мнению Кати, самым интересным был конкурс, где ребята выполняли задания «Держась за руки». Первый побежал, тронулся до фишечки, другого взял, потом опять вдвоем, потом третий, четвертый, пятый и так до конца. Глеб Казаков играет в хоккей. В секцию мальчик вошел, потому что любит холод. А хоккей – один из самых интересных зимних видов спорта. По мнению юного спортсмена, на таких мероприятиях можно проверить физическую подготовку и просто весело провести время. Мне хотелось бы таки устраивать праздники каждый день, чтобы такие же тренировки были все время. И в основном очень мне нравится. Все участники соревнований получили сладкие призы, а самым сильным и ловким вручили памятные грамоты. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был быстрым, сильным и здоровым, то тренеры Дюш Саров приглашают мальчишек и девчонок в секцию хоккея. Набор ведется от пяти лет. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова